всем привет с вами как всегда александр владимиров эта школа logic pro help не забывайте подписаться на наш youtube канал сейчас мы с вами поговорим о том как проверить свой микс и свой трек перед публикацией перед тем как представить его миру итак давайте разберем на что стоит обратить внимание но я думаю не нужно объяснять что трек должен быть полностью готовым со сведением с мастерингом полностью готовой должна быть аранжировка и так далее то есть мы не берем какие-то сырые демки вы сделали все по уму и хотите убедиться что ваш трек звучит хорошо поехали итак первый плагин который я очень рекомендую который прям очень круто работает и позволяет проверить свой микс это tonal balance control от айзотоп тот самый который сделал озон айзотоп озон и что делает этот плагин здесь я рекомендую переключиться в режим fine он показывает нам некую скажем так кишку вообще этот плагин показывает нам а чеха то есть амплитудно частотную характеристику ну по сути то же самое что нам показывает анализатор например в эквалайзере и наша задача чтобы ваш трек входил в эту самую кишку и не выходил за эти границы здесь у нас есть несколько пресетов но по большому счету я бы выделил здесь три основных пресета это бейс хэви то что для электронной музыки и дм как вы видите это тоже самое только чуть более расширена также отдельно я бы выделил модерн это для современной такой живой музыки где есть живые барабаны гитары и так далее и наконец конечно же конечно же оркестрал то есть здесь вот кривая совсем другая то есть вот посмотрите например рок он не сильно отличается от модерна практически ничем поп тоже почти не отличается и вообще в предыдущей версии этого плагина было всего три пресета бейс хэви модерн и оркестрал но мы с вами говорим про электронную танцевальную музыку поэтому мы в общем то будем использовать этот пресет ну что давайте проверим как вообще звучит как выглядит трек через этот плагин все входит сюда в эту кишку все отлично но есть некоторые моменты они заключаются в том что все таки вот кишка дает нам достаточно большой диапазон и если вы в нее вот прям совсем не вошли то есть вы слушаете кульминационную часть трека да там дроп свой и у вас тут все как-то выпирает то это практически наверняка говорит о том что все плохо и вы ну прям сделали стремный микс здесь еще нужно учитывать то как это работает все в рамках стиля поясню например если вы делаете какой-нибудь техно то в техно там вот по обычно ситуация такая там очень много низких частот они вот где-то вот здесь вот болтаются середина провалена а верхов как правило достаточно много но это тоже зависит от специфики техно в тег хаосе вот особенно тоже ярко выраженная ситуация такая так называемая бабочка то есть низов много верхов много особенно вот в тег хаосе в техно бывает что верхов может быть и не так сильно много то есть каждый жанр музыки он имеет свою какую-то специфику в большинстве случаев когда я пишу треки электронно-танцевальные у меня низкие частоты они находятся ну скажем так они громче чем в этом миксе то есть видите вот эти частоты они где-то примерно на середине но как правило когда опять же повторюсь я пишу треки они у меня погромче почему же у меня в этом случае именно так а дело в референсе да да мы еще про референсы поговорим я использовал в качестве трека референса трек tiger ну не буду называть там исполнители я не буду его сейчас включать чтобы там по авторским ничего не прилетело но его нафиг то есть просто есть референс и он имел вот похожую частотную характеристику и я просто приблизился к ней да я все делаю в рамках этой кишки но с учетом соблюдения либо референса либо специфики стиля как понять какой же какая же специфика стиля да легко и просто скачайте пять референсных крутых самых лютых треков вашем жанре и просто прогоните через вот этот вот плагин послушайте эти треки и посмотрите как у них выглядит а чеха и это даст вам ответы на эти вопросы и так с этим надеюсь понятно а чеха это очень важно при работе с треком дальше на что еще можем обращать внимание такой дополнительный важный дополнительной важной проверкой является проверка на моносовместимость вы можете воспользоваться ну любым плагином который делает звук в моно ну например я использовал изотоп озон для этих целей просто нажимаем на эту кнопку и слушаем трек в моно на что нужно обращать внимание когда вы слушаете трек в моно первое нужно чтобы никакие звуки не пропадали совсем в миксе второй момент заключается в том что нужно чтобы звуки не искажались второй случай встречается редко но на моей памяти был когда у одного моего ученика клэп в моно почему то звучал вот прям стрёмно вот прям не знаю почему но просто плохо он его заменил на другое все что стало ништяк чаще всего проблема в том что какие-то инструменты они могут теряться почему это происходит потому что какие-то инструменты они очень сильно расширены и в моно они практически у нас не слышны например конкретно в этом треке это специально до хороший пример мы можем обратить внимание что вокал он звучит достаточно неплохо что в моно что в стерео а вот эти вот так называемые брасы они вот блин звучат достаточно так широко и в моно они теряются обратите внимание вот на эти брасы как они звучат в моно их достаточно хорошо слышно в стерео но в моно они достаточно плохо слышны чем мы можем с ними сделать не расширять их так сильно чуть-чуть сделать их более так узко и чуть-чуть погромче при этом мы можем сделать вот например здесь я добавил слой где у нас тут еще спредер то есть можно попытаться сделать лейлинг например добавить какой-то плагин который будет звучать достаточно узко и давать моносовместимость это тоже вариант конкретно в этом примере чтобы я сделал я бы убрал нафиг спредер ну то есть потому что спредер он расширяет сигнал и это несколько убивает моносовместимость поэтому я попробую убрать спредер доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене также я бы в целом здесь взял например такой плагин как дайрекшн микшер и сделал бы в целом эти брасы не такими широкими ну и слегка погромче то есть они сейчас будут звучать чуть громче но за счет того что я сделал их чуть-чуть поуже не такими широкими то стерео составляющая будет потише и в они будут более-менее сбалансированными сейчас мне кажется что они немного перебивают вокал а мне все-таки важно чтобы вокал был на первом плане поэтому я сделаю их слегка потише вот так вот меня более чем устраивает то есть я проверил как звучит трек в моно все окей теперь слушаем стерео нормально то есть они не звучат супер широко как это было раньше но не так сильно узко то есть вы тем самым ищите некий баланс чтобы и в моно звучало хорошо и в стерео да можно долго обсуждать что типа какой вообще моно блин вы чё с ума сошли сейчас на дворе уже какой век до какой год но есть масса примеров когда ваш трек могут слушать в моно например джибельевская колонка да блин приемник где-нибудь не знаю на дачу у каких-то людей у бабушки с дедушкой приехали пацаны на дачу отдыхать там только вот это магнитола джибельку забыли они слушают ваш трек а звучит он отвратительно беда то есть понимаете да это все равно важно не скажу что супер важно но нельзя на это уж совсем забивать еще одна проверка которая очень круто работает это взять у трека просто срезать средние и высокие частоты оставить только низкие опять же в мейджоре это делается легко и просто вы солируете например низкие частоты и слушайте но либо можно сделать просто эквализацию здесь что важно и на что обратить внимание допустим вот слушаем там все что ниже 100 герц что мне важно при такой проверке важно чтобы было достаточно отчетливо слышно удар бочки и было слышно хорошо баз дело в том что иногда кто делает треки они делают их как короче низкие частоты они представляют собой просто кучу гула вот примерно так но когда вы слушаете этот вот микс вместе как бы со средними высокими частотами то создается еще и по неопытности ощущение что все нормально низкие частоты есть все ништяк но проблема в том что когда вы слушаете их со вы понимаете что полная каша и вот нет вот этого вот акцентированного удара бочки там вообще какая-то каша просто гул сплошной на низких частотах почему такое может быть ну например потому что вы не срезали низкие частоты на всех звуках кроме бочки и саббаса может быть вы бочку и саббас как-то криво сделали может сайдчейн вообще не применили там и так далее то есть причины могут быть разные но это позволяет вам убедиться что низкие частоты они сами по себе отчетливые чистый и хорошо звучат также можно проверить все остальные частоты но я больше фокусируюсь на низких частотах потому что это наиболее важно то есть мне важно чтобы был четкий достаточно удар и четкая нормальная бочка ну и конечно же низкие частоты они должны быть в моно это практически всегда так это правило и по моей там аналитики по статистике и вообще по моему такому небольшому исследованию реально 80 процентов треков они имеют низкие частоты в моно у остальных ну чуть-чуть бывают низкие частоты в стерео но это как бы исключение что еще важно важно послушать свой трек вместе с референсами да про референсы я говорил я понимаю что ваша музыка супер уникальна нигде такой нету и вообще вы пишите без референсов окей ребят возьмите просто включите 5 треков которые вам очень сильно нравятся любых треков вообще без разницы забудьте слово референс забудьте его как страшный сон вы просто включили 5 своих любимых треков которые вам сильно нравится и потом после прослушивания пяти этих треков в свое удовольствие вы включаете свой трек если у вас нет такого ощущения а чё это вообще за херня играет вот если нет этого ощущения то все отлично ваш трек не должен быть похож на референс ваш трек просто не должен звучать как какая-то фигня по сравнению с референсами это вот очень важно как я привожу всегда пример с автомобилями ваша задача не сделать копию mercedes или бмв ваша задача сделать автомобиль который будет конкурентным и который будет не хуже mercedes и бэхи и если например вы поездили на мерси и на бмв и вы потом сели как бы за свою машину и вам там некомфортно там вообще воняет каким-то дешевым пластиком там ручки стекол нужно крутить самостоятельно и вообще неудобное сидение ну наверное наверное вам не удалось сделать хорошую машину и вот так же с музыкой то есть не должно быть ощущение что когда играет ваш трек ну это звучит стрёмно еще хороший пример это допустим когда ваш трек будет играть диджей вот если играет допустим микс часовой там условно 10 треков и один из этих треков ваш где-то посередине вот чтобы не было такого ощущения чтобы никто в зале не заподозрил что заиграл ваш трек понимаете да в чем смысл еще очень крутая проверка я называю референс тест я сам ее проводил это реально круто вы берете опять же 4 любых трека которые вам очень сильно нравится эталонные какие-то по вашему мнению и берете свой трек вы эти 5 файлов то есть четыре чужих трека и один свой переименовываете вот буквально так 1 2 3 4 5 допустим 4 файл это ваш трек и вы даете послушать какому-то знакомому который даже не связан с музыкой и говоришь говорите слушай друг вот есть пять треков вот определи где там мой если он слушает эти пять треков и он такой а так вот этот четвертый трек он звучит вот прям слышно как фигня какая-то но это точно твой да вот так вот по дружески да вот примерно так и скажет ваш друг скорее всего то есть если он спалил вас и вы со своим треком спалились среди остальных значит ваш трек некачественный но скорее всего да и даже обычному слушателю это заметно если же он такой блин слушай я вообще не знаю какая твоя композиция слушай но может вот это вторая пускай будет и он не угадывает и вы такие я молодец да то есть вот это важно и это суть референса чтобы ваш трек был ничуть не хуже и наконец последнее слушайте свой трек на разные акустики здесь ключевой момент вот в чем допустим вы пошли решили послушать в свой трек например на в машине у своего друга ваш друг типа занимается автозвуком у него там какой-то мощный сабвуфер в тачке стоит вот и вы приходите к нему включаете свой трек и слышите что там высоких частот прям очень много прям он вот так вот цыкает и вы такие ай-яй-яй-яй-яй-яй все капец все плохо надо бежать вешать эквалайзер да на значит свой микс и делать низкие высокие частоты тише потому что вот у друга на его значит акустике вверхов ну прям вот уши вянут но как делать правильно правильно взять включить сначала у вашего друга три четыре а лучше пять каких-то чужих треков каких-то эталонных да пофигу в любом другом жанре и вполне вероятно что проблема то не вашем треке а проблема в том что ваш друг он на самом деле не такой уж автозвукарь и у него в как бы акустика она очень сильно завышенными высокими частотами но ему так нравится или не знаю почему и когда вы слушаете чужие треки вы понимаете что все треки с завышенными верхами и ваш трек завышенными верхами но это проблема не вашего трека А проблема акустики Это то же самое, что если вы занимались фотографией, ретушировали какую-то фотку Пришли к другу, посмотрели эту фотку у друга и такие Ё-моё, а что так темно-то И сделали картинку светлее И в итоге ваша картинка будет чересчур пересветленная Проблема была в том, что у вашего друга на мониторе уже просто все пиксели выгорели Он просто тусклый То есть понятно аналогия Поэтому это тоже очень важно Поэтому референсы, как бы вы от них не открещивались, они очень сильно нам помогают Если ими правильно пользоваться Ну что ж, надеюсь это все Ну в смысле это точно все Этого более чем хватит, чтобы проверить ваш микс Поэтому желаю, чтобы все эти проверки, ваш трек прошел успешно И чтобы ваша музыка нравилась людям На этом все С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp Пока